слава украине привет всем от полонского по ситуации в курской народной республике ну ребята происходит то о чем вот я вам говорил еще неделю назад когда расшисты начали свое так сказать контрнаступление сказал что ну знаете а она она для них закончится печально так она где-то сейчас и выглядит уже вот это контрнаступление уже сейчас она у них больше как бы вам сказать отрицательное хотя они еще рвутся где-то пытаются куда-то пройти но довольно сложно проходить вперед когда у тебя за спиной украинские войска а именно вот это произошло с ними основной удар был направлен если вы посмотрите на карту то со стороны глушковского плацдарма вот в сторону скажем так суджи это очень грубо вот если так объяснить то вот приблизительно так как бы вдоль украинской границы но это было сразу понятно что вот такой вот ход такой вот маневр да если можно так выразиться он весьма опасен и возможен только в случае когда мы не будем ничего делать через границу видимо расшисты я уже об это тоже об этом говорил видимо расшисты несколько подзабыли 2014 год когда они сами лупили по нашим войскам через границу помните в донецкой области да 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 и вот это то все и происходило когда они градами просто поставили грады и расстреливали наших солдат которые завершали тогда на тот момент окружение банд днр так называемого но они видимо этот момент забыли и заступали пытались наступать скажем так на теле по территории курской народной республики как будто знаете вот как будто ничего страшного вон украинская граница там в пяти километров мой хрен с ней ну наступали наступали и наступили в результате я вчера еще немножечко молчал на эту тему но сегодня можно сказать поскольку это уже все все уже давно в интернете уже на две тысячи телеграм-каналов это выложила ситуация следующая да ну во первых чтобы вы не говорили что я это выдумал фото видео материалы в описании к данному ролику и ссылочка переходим на телегу там все эти видео есть наши прорвали границу ожидаемо абсолютно но отлично я не знаю почему российские генералы таких вещей не видят ну может не знаю так учат в российских военных училищах хотя наш сырский тоже учился там таки я там был в армии и шо да и вот такое значит видимо не учат или они плохо учились или у них отрицательный отбор на генералитет и они не видят очевидных вещей это их проблемы что у них там происходит вот произошел судя по всему прорыв границы причем причем как отмечают некоторые товарищи с той стороны этот прорыв не один их несколько правда нас называют сейчас вот из того что я вижу я просто говорю озвучиваю те населенные пункты которые уже в интернете звучат поэтому можно как бы сказать они сейчас называют село веселое куда-то шли наши вооруженные силы это километра наверное два от границы может три плюс-минус значит есть уже видео как наши сначала наши инженерные машины разбирают эти треугольники которыми вся курская область вся граница была там поставлена абсолютно бесполезная они были разобраны не то что их просто раздвинули в разные стороны и дальше пошли наши танки и наши бронемашины много много да и вот рашисты кричат что это в районе села веселого якобы там уже в веселом что-то такое происходит мне трудно сказать веселом происходит не веселом но те же рашисты говорят теперь что это не одно место их несколько этих мест что дальше будет ну смотрите у них сейчас большая часть переправ которые они ставят их разбивают но они их опять ставят и так далее то есть это бесконечный какой-то процесс я вам честно скажу у них довольно много вот этих понтонов ну сами поймите они эти количество этих понтонов у них такое что они собирались сносить например мосты в польше потом в германии потом во франции да потом в испании потом португалии и вот чтоб дойти до атлантического океана на все это должно было бы хватить понтонов ну вот такие были норму советского союза их довольно много то есть они загоняют новые понтоны и сжигают их разбивают они уплывают куда следующие понтоны следующие понтоны и вот это вот вся бесконечная чехарда вот по этим временно стоящим понтоном они переправляли войска в районе в том числе глушкова в основном вроде глушкова так вот до глушкова как пишут сами рашисты от наступающих украинских войск где-то в районе может быть шести семи километров ну это так они говорят как это называется это называется уже коти ел коти ел потому что как теперь подвозить боеприпасы вот тему контратакующим товарищем которые пользуются скажем так из этого же глушкова подкреплениями и боеприпасами и водой и провиантом и всем оттуда не совсем мне лично теперь не совсем понятно шо и как будет теперь выглядеть у них ну честно я не знаю посмотрим что оно будет еще как говорится может у них есть еще какие-то пути обходные как бы мне кажется что вряд ли но может быть может быть может еще где-то будут понтонные мосты ставить пока нет никаких сведений что наши там глушкова или что-то типа этого нет я этого не могу сказать вот но в любом случае ситуация такова что их контрнаступление может для них же обернуться очень большим мешком как их еще раз говорю как я генерала это не видели я не знаю ну вот всем остальным это как говорится очевидно прорыв судя по всему все-таки не один может там есть одно главное направление а несколько фейковых а может быть сразу несколько главных направлений в любом случае сейчас им срочно надо снимать какие-то войска которые контратакуют бросать их на то чтобы останавливать вот этот прорыв который уже состоялся как они это будут делать опять насколько опять смотрите когда ты что-то планирующий что-то делать ты же планирующий действия противника вот соответственно они будут делать те вещи которые наши уже видимо где-то видели где-то знали и в тех местах которые наши себе предполагали когда это все дело все это планировалось вот то есть посмотрим пока какой-то кота осознанного действия у расистов не просматривается есть попытки тушения пожара вот называется но все больше бензином да то хуже разгорается от этого не зря кстати зеленский сказал что вот это их контрнаступление так сказать это все запланированная вещь и все идет по плану ну было по всему действительно все идет по плану потому что вот это контрнаступление видимо просматривалось еще в начале нашего наступления и судя по всему именно вот таких в таких формах в которых оно сейчас происходит. Поэтому, как говорит Путин, все идет по плану.